Про андроид и небольшое коротенькое видео. В первую очередь для тех, кто сомневается, покупать ли себе китайский аквабокс. Дело в том, что этот аквабокс был куплен на гербесте мной. Пришел он вот в таком вот целлофановом пакетике. Но, как вы знаете, никакой упаковки, но поверх была вот эта вот пупырчатая пленышка. Дошел в полной сохранности. Вот так этот аквабоксик работает. То есть кнопочки все у нас, видите, что отрабатывают. Прекрасно аквабокс справляется со всеми своими функциями. Как только получил камеру, конечно, туда засовывать не поспешил. Забил внутрь туалетной бумаги и опустил его под воду. Подставил под струю. После чего, ну, я, в принципе, и до этого делал обзор на водонепроницаемый чехол для LG G2. Эксперимент был тот же. Открыли аквабокс. Сейчас я покажу, как он открывается. Довольно-таки сложное, вернее, жесткое открытие. Вот так все это дело выглядит. С трудом я даже боялся, что я что-то сломаю, когда первый раз закрывал. Сейчас мы извлечем камеру и посмотрим внутренности. Немножко уже заляпал я. Здесь, по сути, по всей видимости, все-таки стекло. Изнутри все закрыто вот такими вот винтами, закручено и, видимо, посажено на герметик. Кнопочки на резиновых сальничках, я думаю, видно будет. Все кнопочки прекрасно отрабатывают. Сзади установлена для зажима мягкая такая пористая резина. То есть я его купил для камеры, потому что 30 баксов за оригинальный аквабокс, на мой взгляд, довольно-таки дорого. Если камера на GearBest сейчас стоит по скидке, можно купить за 70 долларов. Поэтому решил все-таки проэкспериментировать. Вот сейчас покажу, как он закрывается. Видите, что закрытие довольно-таки долгое, длительное, тяжелое, вот так скажем. Ну, покупал я его в надежде, что придет какая-то, скажем так, недоделка-подделка. А все получилось довольно-таки прекрасно. Вот такое вот крепление. Сзади, как вы видите, упор, прижим идет. Камера прекрасно работает. Все кнопочки отрабатывают. Работает по Wi-Fi. Слышно микрофончик. Так что, если у кого-то есть экшн-камера от Xiaomi, тот может смело брать аквабоксик. Еще раз повторюсь, я его купал и проверил. Никакая влага, ничего не попадает туда. Видео через стекло снимается отлично. Тоже проверил. Если возникнет у кого-то желание, могу выложить видео. Но я думаю, что оно не надо. Так что, можно смело покупать по ссылке, которую вы найдете на GearBest в описании видео, где именно и я брал этот аквабокс. Ну, в общем, впрочем, и все. Скоро мне придет Bluetooth-трансмиттер. Тоже планирую снять небольшой обзорчик. Так что, ждем новых фишечек и новых приколов от сайта GearBest.